нами создано несколько материалов отражающих нашу позицию относительно принятого закона о возврате государству незаконно приобретенных активов надеюсь что у зрителя это интеллектуальная часть сегмента youtube не сложилось мнение что лично мы против возврата государству незаконно приобретенных активов нет конечно правонарушения не должна остаться без внимания правоохраны а правонарушителей не должны уйти от наказания иначе разрушится основа государства но сделать это необходимо иначе власть предложила нам вот это называем этот закон как акт общественного согласия который бы устроил что может устроить общество общество устроит если определенная немаленькая большая часть активов вернется в страну и будет работать на экономику на разве общество в обсуждении участвовал безголосных депутатов которых засовывают в правительственные комиссии как подчиненных не в счет мы уже приводили пример национального согласия в отношении режима франка пакта манклуа смотрите ссылку в описании в этом процессе участвовал все гражданское общество а не только власть нам необходимо заложить механизм того чтобы ельбасизм не повторился и дать ему правовую оценку а не только отбор втихую путем согласительных процедур части украденного у народа иначе продолжение хантара нам обеспечено ведь нам гражданам казахстана предложено и законом уже закреплена такая схема воровать в государство можно но в меру не более 100 миллионов долларов сша ниже порогового значения и философия разработчиков этого закона просто во время следствия главное не выйти на самих себя ведь система не изменилась они же 1 соворовали меньше и второе государство не обеднеет кто-нибудь из власти тот же самый заместитель генерального прокурора господин бальжанов как вы думаете готов дать нам интервью мы как гражданское общество проморгали отнесение законе о возврате активов административно-властных ресурсов связи влияние лишь к сфере предпринимательства почему здесь мы с неизбежностью должны обратиться к принципам на которых построен этот правовой акт нельзя не согласиться с мнением академика сулеменова о том что статья 4 законопроекта требует серьезной доработки поскольку многое перечисленное в ней к принципам не относится приведем это мнение целиком довольно сложно отнести к принципам приоритета стимулирования добровольного возврата пусть даже активы привлеченных преступным путем так как это скорее рекомендации или определение деятельности уполномоченных государственных органов к компетенции которых отнесена такая деятельность как стимулирование добровольного возврата имущества добытого преступным путем непонятен и принцип приоритета защиты прав свободы интересов участники какого процесса и кто является такими участниками если к ним относятся правоохранительные органы и лица выведшие незаконные активы то о приоритете кого идет речь принцип приоперациональности соразмерности мер и механизмов по возврату например незаконно выведенных активов государства содержит какие-то признаки коррупционных проявлений противоречащих уголовно-правовому принципу неотвратимости наказания за преступление конец цитаты со своей стороны мы считаем что принцип добросовестности указанный в законе как принцип межотрасливое конституционного права и право гражданского переменим лишь к правомерному поведению обоснованно ли его применение к деяниям при незаконном привлечении активов вопрос даже не риторический и нам как говорится надо будет определиться либо крестик снять либо трусы одеть иного недавно как мантра власть повторяет надо состояние де-факто уже вовлеченный в гражданский оборот незаконно привлеченные активы превратить в де-юре пусть эти активы работают для гражданского оборота деньги не пахнут якобы пахнут да еще и как вероятно разработчики закона забыли что принцип или основные начала есть краеугольный камень шкала ценностей положенные в основу правового регулирования можно констатировать что путем инициирования разработки проекта этого закона прошедшего трудные извилистый путь от способа успокоить общественное мнение попытаться вернуться в правовое поле после январских событий мы имеем попытку только лишь президента казахстана тухаева отметим не ветвей единой государственной власти нормативно повернуться к праву от признания все дозволенности определенного субъекта гражданина назарбаева и членов его семи и иных субъектов в результате посредством административно-властных ресурсов связи и влияния в сфере предпринимательской как говорит закон к возврату незаконно привлеченных активов при этом необходимо понимать что установленных в законодательных и иных нормативных правовых актах нарушавшихся в течение длительного времени не только при бездействием государственных органов и должностных лиц но и при активном их участии требований статьи двенадцатая конституции республики это императивное и требование что права и свободы человека признаются абсолютными и неотчуждаемыми определяет содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов. Другой конституционный принцип – осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность – у нас не работает. Нам необходим реальный поворот к высшим ценностям республики, человеку, его жизни, правам и свободам. И логичным было бы сделать здесь и очередной необходимый шаг – оценка деятельности этих субъектов в иных сферах помимо предпринимательской деятельности. И шкала эта неправильно установлена. О ней в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok